Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Мужчина считал, что женится на идеальной женщине. Правда, о темном прошлом супруге раскрылась лишь после ее ухода из жизни. Кимберли Маклин родилась 16 октября 1968 года, но скончалась женщина под именем Лори Руф. И нет, она не шпионка, не жертва шантажа, не свидетель под защитой, а простая американка, которая по непонятным никому причинам пыталась сбежать от самой себя. Муж, который провел вместе с ней много лет, узнал о тайне жены лишь после ее смерти. 16 октября 1968 года в семье Джеймса и Дины Маклин родилась дочка, которую назвали Кимберли. Девочка выросла в городе Винвуде в штате Пенсильвания. Мать занималась хозяйством и растила Кимберли, в то время как отец работал плотником, а порой и пожарным волонтером. К сожалению, отношения между родителями не сложились, они развелись. Вскоре мама снова вышла замуж. Что касается Кимберли, то она так никогда и не смогла принять отчима. Родственники вспоминают, что девочка постоянно злилась, ведь ей пришлось перейти жить в новый дом, сменить школу, расстаться с друзьями. В 18-летнем возрасте она переехала в соседний город, где в течение некоторого времени жила сама. Последняя весточка родителям состояла из обвинений. Девушка сообщила, что больше не хочет иметь с родственниками ничего общего, и они ее вряд ли когда-нибудь снова увидят. Чем занималась Кимберли в течение двух лет на сегодняшний день неизвестно. Сыщики выяснили лишь то, что в 1988 году девушка уже проживала в Бейкерсфилде, Калифорния, где получила копию свидетельства о рождении как Бекки Сью Тернер. К слову, эта личность не была вымышленной. Бекки действительно существовала. Она родилась в 1969 году. 29 декабря 1971 года на втором этаже дома Тернера в Файфе, штат Вашингтон, вспыхнул пожар. И Бекки, и обе ее сестры оказались в ловушке в собственной спальне. Увы, пожарным девочек спасти не удалось. Выжил лишь четырехлетний брат. В июне 1988 года в городе Бойсе, штат Айдаха, девушка получила удостоверение личности и официально превратилась в Бекки Сью Тернер. Спустя месяц после получения документов Бекки, девушка была уже в Техасе. Она обратилась в суд Далласа с прошением сменить имя на законных основаниях. Судья удовлетворил запрос американки. Вскоре она получила документы на имя Лори Эрики Кеннеди. Далее женщина подала заявку на получение карточки социального страхования. В 1989 году Кимберли уже полностью превратилась в Лори. Именно на это имя она и получила водительские права и остальные официальные документы. Последующие пару лет девушка провела в Далласе. Здесь она посещала колледж и, согласно сведениям очевидцев, работала в стриптиз-клубе. В 1997 году Лори окончила Техасский университет в Арлингтоне, получив степень в бизнес-администрировании. Лори могла похвастаться довольно внушительным резюме, которое вполне возможно составило из выдуманных фактов. Например, она утверждала, что с 1992 по 1998 год руководила отделом маркетинга в Фортуэрте. Далее Лори Кеннеди будто бы прошла стажировку в Даллас-ФТ и жила в пригороде Гранд-Прэри. В следующие пять лет, опять же, согласно неподтвержденным данным резюме, женщина продолжала работать в области маркетинга. В 2002 году ее уволили. По данным на 2003, Лори занималась техподдержкой в одной из компаний в пригороде Арлингтона. В том же 2003 году Лори познакомилась с Джоном Блейком Руффом. Они вместе посещали занятия по изучению Библии. Лори понравилась парню, поэтому вскоре они начали встречаться. Сам Джон вспоминает, что она уже в те времена была невероятно скрытной. Например, она редко говорила о собственном детстве, но сообщила возлюбленному, что родилась в Аризоне, была единственным ребенком в семье, а ее родители уже давно скончались. Джон был уверен, что именно боль от смерти родителей сделала Лори столь скрытной и неразговорчивой. На тот момент мужчина даже не подозревал, что и отец, и мать его возлюбленной живы-здоровы. Что касается самого Блейка, то он родился в Техасе. Его родители были обеспеченными людьми, ведь их деятельность была связана с добычей и продажей нефти. Детство парень провел в роскошном особняке, а затем отправился учиться в престижную школу-интернат. Влюбленные встречались в течение года, после чего начали говорить о женитьбе. Блейку хотелось организовать пышное торжество. Парень планировал сначала дать объявление в газету о помолвке, а затем сыграть роскошную свадьбу, пригласив всех друзей и родственников. Но Лори была категорически против, мотивируя это тем, что не любит шумихи, да и приглашать на церемонию ей некого. Именно поэтому в 2004 году парочка сбежала. Они обвенчались тихо в часовне в присутствии одного лишь проповедника. С этого дня женщина стала известна как Лори Руф. Ею она и осталась до самой смерти. Пара переехала в небольшой городок рядом с Далласом с населением в 2000 человек. У них был собственный дом и даже собственный участок земли. Лори сразу же устроилась на работу. Она была так называемым тайным клиентом. В те времена, по словам ее мужа, она принимала препараты от синдрома Туретта, а также от гиперактивности и синдрома дефицита внимания. Что касается Блейка, то он тоже был своеобразным человеком. Соседи поговаривали, что парень наверняка страдал от расстройства аутичного спектра, хотя в целом он был добродушным, вдумчивым и вежливым. Родственникам казалось, что Блейк полностью попал под влияние Лори, стал подкаблучником. Лори очень сильно хотела детей, и супруги активно работали в этом направлении, но безрезультатно. Женщина перенесла несколько выкидышей, после чего согласилась на экстракарпанальное оплодотворение. В 2008 году у пары родилась дочурка. Именно тогда и появились тревожные признаки. Лори была буквально одержима своей дочерью. Она отказалась от услуг няни и не отходила от ребенка ни на шаг. Параллельно женщина начала изучать родословную мужа. Родители и прочие родственники Блейка говорили, что она полностью оградила их от общения с ребенком. Сначала Лори просто не позволяла им брать внучку на руки, после чего и вовсе запретила находиться с ребенком в одной комнате. Такого поведения жены Блейк не выдержал. Мужчина чувствовал себя крайне изолированным в браке, ведь родственники отказались общаться и с Лори, и с ним, а сама супруга все время посвящала ребенку и копаниям в архивах. Даже простые разговоры стали редкостью. В течение года пара посещала семейного психолога, но Лори отказывалась говорить правду и обсуждать отношения. В 2010 году Блейк вернулся в родительский дом, после чего подал на развод. После развода Лори начала вести себя еще более странно. Она устраивала публичные сцены, спорила с мужем насчет опеки, писала письма с угрозами и отсылала в семейное поместье Руфов. Однажды она даже пыталась украсть ключи от особняка родителей Блейка с намерением ворваться туда. Очевидцы говорят, что Лори резко похудела, равно как и ее дочка. Женщина регулярно посещала собрания, проводимые в местной церкви, но то была излишне суетливой, то замирала и долго сидела, уставившись на свои пальцы. В канун Рождества 2010 года Лори припарковалась на подъездной дорожке к дому Руфов и застрелилась. Ее тело нашел бывший супруг, когда утром вышел к почтовому ящику за газетой. Женщина оставила две предсмертные записки. Одна была адресована Блейку, а также его родственникам, а вторая – дочери. Письмо должны были ей вручить по достижении 18-летнего возраста. Тем не менее, полиция, нашедшая письма, охарактеризовала их как бред явно нестабильного человека. После смерти Лори полиция нагрянула в ее дом. Грязное белье, немытая посуда, ужасный беспорядок – все это лишь подтверждало наличие у женщины психических расстройств. В сейфе Лори прятала удостоверение личности, полученное на имя Бекки. В ее тайнике нашли массу поддельных рекомендаций и писем от будто бы работодателей. Это натолкнуло служителей закона на мысль, что Лори на самом деле личность поддельная, тайно начала раскрываться. Так, началось полномасштабное расследование, к которому подключились и приватные сыщики. В конце концов, следователям удалось найти настоящих родственников Кимберли и ее 80-летнюю мать Дину. Блейк сейчас занимается воспитанием ребенка. Мужчина и по сегодняшний день не может поверить в то, что женщина, рядом с которой он провел столько лет, на самом деле никогда и не существовала. А что по поводу этой истории можете сказать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.